МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2018 год начался в стране с подведения итогов большого конкурса лидеры России. Заявки подали почти 200 тысяч участников из всех регионов страны, прошедшие многоступенчатый отбор. 12 февраля президент России встретился с победителями конкурса. Там же на встрече он намекнул, что для многих из них уже готовы рабочие места. Эксперты же говорят, что дефицит качественных кадров в сфере госуправления в несколько раз превышает число участников конкурса. Что совсем неожиданно. Оказалось, что среди вас есть люди, практически состоявшиеся, доктора наук уже продвинутые высоко. Думаю, что не пройдет незамеченным этот конкурс для тех, кто ищет в своей структуре, властные структуры, бизнес-структуры, интересных и перспективных людей. В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег. Меня что смущает во всем этом, в основном ведется речь о государственных служащих. То есть, как будто лидеры России у нас это сплошные чиновники. У меня возникает вопрос, либо у нас так все плохо с государственным управлением. Но это не только мы говорим. Либо у нас просто наше государство с другими лидерами, в других отраслях работать просто не умеет, не знает, как работать, как их находить, как их поднимать, как воспитывать. Вот готов? Готов, да. Я могу прокомментировать, потому что попал в точку, потому что действительно плохо с госуправлением. И это не скрывает даже само и руководство страны. Мы, к сожалению, работая уже с 90-х годов в капитализме, систему управления в стране оставили по многим параметрам социалистическую. Все контролирует. Да, чиновническую. Плюс добавили еще к этому, еще и ухудшили даже, потому что вы все знаете, что у нас количество чиновников выросло по своим Советским Союзом, да? И плюс еще добавили к этому госкорпорации, то есть, которые действительно убивают, в принципе, развитие экономики. В прямом смысле, что тут скрывать? Они убивают, поскольку они не конкурентоспособны совершенно. А при госуправлении они не получаются быть конкурентоспособными, потому что очень много интересов включается тех, которых в экономике обычно не включается. Вот это два минуса. И поэтому, очевидно, эту схему надо менять. Может быть, и поэтому там ищут каких-то молодых дарований, которые можно запихать в госаппарат, которые можно как-то реформировать. Или, по крайней мере, если там все боятся реформ каких-то диких, в том числе и руководства страны, до сих пор не решается на то, что все говорят, нужно сделать, но боится, да? По той или иной причине. Или хочет сделать это как-то планомерно, да? Тогда, возможно, надо менять за счет таких людей аппарат. Но я хочу сказать другое, что в этом аппарате эффективно могут работать только те, кто когда-то работал в бизнесе. По-другому не бывает в развитых странах. То есть, во всех развитых странах нормальных, или берем, опять же, у нас все равно лидер в мире, это США, да, с безумно сильной экономикой, как бы мы ни кричали. Вот. Там все президенты, все сенаторы и так далее, это успешные крупные бизнесмены. Они сначала поработали, заработали денег, а потом пошли туда. Плюса два. Воровать им ничего не надо в своей собственной стране, потому что у них уже все есть, потому что они уже сделали свой бизнес, да? Значит, они могут подумать действительно и о государстве. У нас тоже такие потуги есть, да? У нас есть там в правительстве и в этих кругах управленцев люди, которые пришли из бизнеса, но, к сожалению, их катастрофически мало и к их мнению не всегда все прислушиваются, да? А если они что-то пихают, просто вся система остальная, которая закостенела, она, к сожалению, это не пропихивает. А людей из бизнеса, ну, может быть не то, что боятся там приглашать, а может отчасти и боятся приглашать, потому что они начнут мести метлой, создавая ту структуру, которая нужна, да, экономике страны. Естественно, это не понравится в своей странной структуре. Здесь только два пути развития. Или это, опять же, революционно будет происходить, медленно, медленно, то есть тягомотенно. Вот мы уже 30 лет занимаемся, может еще 30 лет потратим, да? Или все-таки найдется политическая воля у руководства страны и сделать это революционным путем, да? Просто поменять структуру государства, ну и все. Да, от этого куча людей, чиновников окажутся на улицах, никому не нужных, но и правильно, они должны пойти и учиться работать. Нет, я хочу перейти в самый подходящий момент, вот это делать революционным путем. Только что прошли выборы, и как раз нужно сформировать новое правительство. Ну, может быть, этим будут, отчасти заниматься, столько времени мало, да? Потому что, как действительно сказали, что на все реформы два года, потому что потом опять выборы уже думские, да, у нас, парламентские. И к ним надо готовиться. Вот, к ним надо готовиться. Поэтому я вот так думаю, что выбрали действительно из числа чиновников, потому что с бизнесом сложнее, вот, а нужно молодое поколение из чиновников тоже искать активное какое-то интересное. Я же не говорю, что они все там плохие. Здесь мы работаем, я работаю последние 2-3 года с большим количеством госслушащих, и понятно, что есть там также разумные, на всех уровнях там власти есть разумные, нормальные люди, которые хотят работать, да? Но опять же, они может что-то хотят, пихают, но им система вот эта закостенела, она им не все позволяет делать, к сожалению. Вот это большой минус. Сами эти управленцы говорят, что мы работаем неэффективно и по старинке, потому что в капиталистической экономике нельзя быть надзорным и карательным органом. В капиталистической экономике нужно быть только консультативным и помогающим органом, да? По-другому не работает, потому что здесь все должно сделано быть для бизнеса, а не наоборот. Вот. А потом уже построена обратная структура. Вот у нас пока все пока наоборот. То есть у нас все, у нас очень много всяких органов проверяющих и так далее, надзорных, которые именно, во-первых, эффективность экономики в целом уменьшают, поскольку мы вынуждены нести многие издержки на обслуживание этих организаций, в принципе, никому не нужных по большой части, да? Но под них пишутся законы, под них работают там какие-то комитеты и так далее, и так далее. То есть это целая свора, условно говоря, чиновников, которая экономике не нужна, да? В нормальной модели, чтобы она могла развиваться. Нужно не проверками заваливать, не штрафами и так далее, а наоборот решать проблемы, которые бизнес вам поставит. Потому что это бизнес должен им сказать, что ему нужно. Например, сейчас в стране большая проблема с полигонами отходов, и вот тут постоянно и в Москве там шумят, да? А ситуация-то вообще идиотская. То есть сначала запретили свалки и полигоны, запретили свалки, да? А механизм нормальной отработки полигонов, быстрого получения разрешений там всеми заинтересованными лицами, юрлицами и хозяйственными субъектами, не отработали и не придумали. То есть одно запретили, а второе не доработали и не ввели. И получается, вот куда мусор вывозить, например, а свалку закрыли, а куда мусор повезти? То есть вот как государство это предъявляет? То есть положение, это глупость, да? А сделана глупость, это опять же, потому что из шлейфа чиновников, который, их ненужный блок проработал ненужные законы и внедрил никому не нужные для экономики вещи, да? А должно быть наоборот. Я должен прийти и сказать, ребята, мне нужен полигон, и все вот эти органы должны бегать с утра до вечера, писать законы, соответственно, менять законодательство и разворачивать методики, чтобы я быстро мог этот полигон открыть, вывезти туда отходы, как хозяйственный субъект. И все было красиво, аккуратно с точки зрения экологической обстановки и, естественно, внешнего вида, как говорится. Поэтому вот.